День рождения Заозерный праздновал сразу на нескольких площадках. Началось все с новоселья. Сразу 129 семей получили ключи от собственных квартир в жилом комплексе «Радуга». Тем временем в соседнем микрорайоне начал свою работу новый мебельный торговый центр. А современник в этот день превратился в творческий полигон. Мероприятие посетил временно исполняющий обязанности губернатора области Алексей Кокорин. На самом деле строительство Заозерного начиналось в 79-м году. На сегодняшний день это один из самых крупных районов города Кургана, нашего областного центра. И он активно развивается. Конечно, пока здесь не хватает еще благоустройства, на мой взгляд. Но это все приходящее. Я убежден, что в самой ближайшей перспективе здесь будут строиться и реконструироваться и скверы, и парки, и культурные досуговые места. Замечательный микрорайон, прекрасные жители. И дай бог, чтобы у этого микрорайона все получилось. Он просветал. В рамках юбилея микрорайона прошел первый в Кургане фестиваль цветов. Глава города Павел Кожевников отметил позитивный настрой этого мероприятия. Я считаю, что сегодня 30-летие. Это определенный юбилей для этого микрорайона. И я считаю, что сегодня как раз организаторы сделали хороший праздник для жителей Заозерного микрорайона. Очень замечательная идея. Фестиваль цветов сейчас прошелся по рядам. Очень хорошее, позитивное мероприятие. Но цветы это все-таки красиво и, я думаю, как раз поднимает всем настроение. Петунии, бархатцы, георгины, цветочный аромат просто витал в воздухе. Программа фестиваля включила в себя ярмарку и мастер-классы. Опытные садоводы охотно делились секретами. Среди них, кстати, оказалось много мужчин. Очень полезное мероприятие. В каком плане? Ведь это, собственно, создает настроение людей. При нашей вот сейчас такой обстановке, это тревожно, можно сказать. Это сплачивает людей. Люди становятся добрее. Люди становятся внимательнее друг к другу. Я очень люблю цветы. И очень давно не было праздника цветов в городе. И поэтому, конечно, захотелось посмотреть, чем наши садоводы теперь занимаются, что выращивают, какую красоту. Не остались в стороне и мастера декоративно-прикладного искусства. На выставке они представили всевозможные поделки и сувениры. Меня пригласили принять участие в этом фестивале, потому что куклы и цветы, мне кажется, это вообще очень дружные темы между собой. Конечно, люди еще не все знают, что такое русская традиционная кукла. И мне вот пока что приходится больше рассказывать. Я это делаю с удовольствием, потому что я влюблена в эту куклу. Именно русские куклы привлекли внимание Леры и Даши Сошиных. Мне здесь очень весело. Тут так здорово. Столько цветов многих. Нами всей выставке понравились больше всего куклы. Мы бы хотели их купить. Всех участников фестиваля наградили благодарственными письмами. Особо отметили тех, кто заявился в номинациях «Цветнику моего дома» и «Цветнику моей организации». В этот день жители Заозерного поздравили вокальные и танцевальные коллективы города. Конкурсы и розыгрыши призов ждали всех от мала до велика. А завершился юбилей праздничным салютом. Кристина Пестерева, Дикита Мухин, Светлана Пестерева, информационное агентство Курганру.